Друзья, если у вас нет возможности читать роман Майнрида «Всадник без головы», смотрите это видео. Написал роман Рид в середине XIX века. События происходят в Америке в тот же период. Ещё до Гражданской войны, до отмены рабства. Немного истории. США отжали у Мексики значительные территории, в том числе штат Техас. И многие американцы из разных штатов уехали осваивать новые земли. Роман длинный состоит из ста глав. Я сделал несколько видосов с разбивкой на главы. Даже олень в прериях удивляется, когда видит всадника без головы. А сам всадник ни на кого не обращает внимания. Он спокойно скачет дальше и дальше. Представьте бескрайние пустынные равнины солнечного Техаса. По ним едут 10 фургонов-переселенцев. Там еда, мебель, рабы с детьми. То есть едет зажиточный переселенец. Вернее, плантатор. Он переезжал в новое владение. Его зовут Вудли Поиндекстер. Высокий, около 50 лет. Рядом с ним едут сын Генри, парень лет 20, и племяш Касси Колхаун. Ему около 27 лет. Племяш – отставной офицер. В карете ехали две дамы – дочь плантатора Луиза и ее рабыня-служанка. Переселенцы ехали с берегов Миссисипи из штата Луизиана. Вудли Поиндекстер был владельцем сахарных плантаций – надменным и расточительным. В конце концов он прозорился, и ему пришлось покинуть свой дом и переехать семьей и оставшимися рабами в дикие прерии юго-западного Техаса. В такую жару путники ехали очень медленно. Без навигатора они ориентировались по оставленным следам ранее проехавших повозок. Как вы понимаете, это не самый надежный ориентир. По подсчетам Вудли до его владения оставалось около двадцати миль. Он хотел приехать до темноты, но вдруг следы оборвались. Потому что в прерии был пожар, и теперь следов от колес не было видно. «Да ерунда!» – заявил племяш Калхаун. «Найдем дорогу. Выйдем к реке, а там уже разберемся». Ну ладно. Неуверенно согласился Вудли. Надеюсь, ты прав. Проехав милю, Калхаун уже не был так уверен в себе. Он осматривался вокруг, не понимая, куда ехать дальше. «Ты сбился с пути?» – спросил его дядя. «Нет, всё под контролем. Нам туда!» Фургоны двинулись дальше. Через какое-то время Хвастун уже вынужден был признать, что он заблудился. «Хотя нет, нам туда!» Калхаун не хотел, чтобы кузина Луиза видела его неудачу. Через некоторое время путники натолкнулись на следы фургонов. Они обрадовались. Следы были свежими, словно кто-то проехал здесь час назад. И путники поехали по этим следам. Прошло время, и все поняли, что это были их же следы. Дело в том, что у путников сначала был проводник. Но во время последней стоянки этот племяш-дебил поссорился с ним. Тогда проводник послал их всех к чертям и уехал. К чему это привело, все видели. Ситуация становилась критической. Запасы воды ограничены. От появления враждебных индейцев никто не застрахован. И тут все воспрянули духом, потому что увидели всадника. Он скакал прямо к каравану. Из-за одежды его сначала приняли за мексиканца. «Сбились с дороги?» – спросил он. «Именно так», – ответил Вудли. «И если вы нам не поможете, нам придется очень туго». Всадник согласился помочь. Вудли рассказал ему, кто они такие и куда едут. Всаднику было лет 25, с хорошей фигурой, сам симпатичный. В общем, дочка плантатора Луиза сразу влюбилась в него. Всадник сказал путникам ехать по следам его лошади. А сам ускакал, потому что спешил по своим делам. Затем вернулся. «Вы снова заблудитесь. Тут недавно бегали мустанги, они оставили много следов. Вы не разберетесь, где следы моей лошади. К сожалению, я не могу вас сопровождать, потому что я должен доставить в форт важное донесение». Всадник как мог подробно объяснил дорогу к реке Леоне. Он уже готов был отправиться в путь, как вдруг увидел Луизу и завис. «Я придумал», – сказал он, – «держитесь следа моего лосо. Так вы точно доберетесь до реки». Всадник ускакал, оставив о себе разные впечатления. В целом – позитивные. Только один дебил-племяш, увидев, с каким восхищением смотрела на него Луиза, возненавидел его. Вудли Поиндекстер был хорошим хозяином для своих рабов. Другие плантаторы могли издеваться над ними, но Вудли такого себе не позволял. Поэтому рабы были счастливы, что их хозяином был именно Поиндекстер. След от лосо был очень хорошо виден. Путники с легкостью следовали по нему. Миль через пять – дебил-племяш – сказал, что, похоже, всадник обманул их по каким-то своим причинам, потому что они так и не добрались до реки. «Он мог заманить нас в ловушку, чтобы ограбить наш караван», – предположил Колхаун. И тут сын плантатора Генри заметил на шипе кактуса что-то необычное. Это была визитная карточка с указанием, куда следовать дальше. «Ты ошибся, Касси», – сказал Вудли племяннику. «Этот всадник – честный человек». Луиза попросила брата дать ей визитку. На ней было написано имя всадника – Морис Джеральд. Через некоторое время путники позади себя увидели торнадо. Они даже не представляли, что смерчи могут быть в прериях. Их было много – около десяти. Смерчи извивались и словно плясали. Зрелище жуткое. Испугались не только люди, но и животные. И тут снова появился тот самый всадник. Он скакал на помощь. «Нам нужно спешить, чтобы спрятаться», – закричал парень. «Если мы будем втыкать, то погибнем. Скорее». Караван отправился в путь с предельной скоростью. Но смерчи приближались быстрее. «Мы не успеем. Нужно приготовиться к встрече со стихией», – сказал всадник. «Закройте платками головы животным, чтобы они ничего не видели и не боялись. Все люди должны сесть в фургоны и не высовываться». Вудли с сыном сели в карету к Луизе. Дебил-племяш отказывался. «Сэр, спрячьтесь, иначе погибнете», – предупредил его всадник. «Сам он уже подготовился». С показной медлительностью Колхаун влез в карету. Через пять минут караван окутала тьма. Налетел ледяной ветер. Воздух был пропитан мелкой пылью, дышать которой без укрытия было невозможно. Это продолжалось около часа. «Опасность миновала», – сказал всадник. «Можете выходить». Вудли поблагодарил парня, попросил его представиться. «Морис Джеральд. Еще меня называют Морисом Мустангером». Плантатор разочаровался. А Колхаун злорадно улыбнулся. Всего лишь какой-то охотник за дикими лошадьми. Луизе же было все равно. Она полюбила парня всем сердцем. Морис показал, куда дальше путникам нужно ехать. А сам отправился по своим делам. Жилище Мустангера стояло на берегу реки у леса. Это была обычная деревянная хижина. Тут же находился загон для лошадей. Вместе с Морисом жил его слуга – толстяк-ирландец Фелем, любитель выпить. Морис уже несколько дней пытался поймать одну лошадь, чтобы подарить ее Луизе Поиндекстер. И вот, наконец, ему это удалось. Масть у этого мустанга была редкой. Темно-шоколадного цвета с белыми пятнами. Красавица-лошадь была кобылой. У Мориса был приятель – охотник Зепп Стумп, здоровяк. На вид около пятидесяти. Однажды он охотился в краях, где жил Морис, и приехал к нему переночевать. Тут такое дело – начал Зепп. В округе бегает чудесный мустанг. Он даже близко меня к себе не подпускает. Я рассказал о нем Луизе Поиндекстер. И теперь она так хочет его заполучить, что ее отец не пожалеет никаких денег, чтобы купить его. Даже 200 долларов заплатит. Пока об этом никто не знает. Поэтому я здесь, чтобы рассказать тебе первому. А то скоро все местные мустангеры бросятся его ловить. «Ясно. Этот мустанг – кобыла. Стоит за хижиной. Можешь пойти посмотреть». Зепп привык спать под открытым небом. Чтобы ночью его не укусила змея, он клал по кругу веревку из конского волоса и спал внутри этого круга. На этот раз Фелим перебил ему сон, поэтому Зепп долго не мог уснуть. Он сидел и вдруг увидел ползущую змею. Это был уш. Змея подползла к веревке, ткнулась в нее и сразу уползла прочь. Тогда Зепп решил жестко прикольнуться над Фелимом за то, что тот сбил ему сон. Охотник поймал этого ужа и занес в хижину, где спали Фелим и Моррис. Зепп даже не успел улечься, как техасскую ночь прорезал дикий крик Фелима. Беднягу успокоили, ужа убили, и Зепп спокойно лег спать. «Шалость удалась», – подумал он. А среди ночи Фелим снова закричал и разбудил Морриса и Зеппа. «Что на этот раз?» – спросили его. «Опять змея! Искусала меня! Вот, смотрите!» Фелим показал на груди красный след. Зепп сразу понял, кто мог оставить его. Он отвел Морриса в сторону и сказал, что это след ядовитой многоножки. «Это очень опасно. Смертельно опасно. Нужно найти траву, которая может помочь. Если мне удастся ее найти, мы спасем Фелима. Если нет, то…» Вскоре Зепп принес нужные листья кактуса орегано. Фелимы сделали перевязку, и он уснул. Утром все трое были на ногах. Опасность миновала. Моррис взял всех своих мустангов, в том числе чудо-кобылу, и повел всех в форт. Пограничный форт Индж стоял у реки Леоны, вдоль которой раскинулись усадьбы плантаторов. Одна из них, Касса Дель Корво, теперь принадлежала Вудли Поиндекстеру. Там готовились праздновать новоселье. Все офицеры гарнизона получили приглашение на него. Парни были наслышаны о красоте дочери Поиндекстера и очень хотели сами убедиться в этом. Но также они слышали и о ее кузене Кассии Колхауне, который с ума сходил по девушке. Офицеры даже знали о дурной славе Колхауна, которую тот заслужил в армии. И еще знали, что Вудли Поиндекстер денежно зависел от племянника. Поместье или Осиенда Касса Дель Корво находилось на излучине реки, поэтому и получило такое название. Касса Дель Корво – дом на излучине. Служанка Луизы Флоринда помогала хозяйке готовиться к званому обеду. В разговоре она вспомнила, как красавец-всадник помог им всем в прерии. Именно о нем все эти дни вздыхала Луиза. Зепп Стумп уже давно знал Поиндекстеров. Он приехал к Вудли по делам насчет Чудо-мустанга. Отца дома не было, поэтому к Зеппу вышла Луиза. Охотник был поражен тем, как похорошела девушка. «Кто же поймал этого красавца?» – спросила она. «Моррис Мустангер. Больше некому. Он скачет сюда с ним и другими мустангами. Скоро будет». В Касса Дель Корво на новоселье съехалось все местное общество. Люди гуляли, общались, танцевали, ели. Все как всегда. Кассий повсюду таскался за Луизой. А девушка все время вглядывалась вдаль, словно ожидая кого-то. Когда на горизонте показался табун лошадей, Калхаун понял, кого ждала Луиза. Мустангера. Моррис доставил лошадей Вудли по Индекстеру. Чудо-мустанга все разглядывали с восхищением. «Я готов заплатить вам 200 долларов за лошадь», – сказал Вудли Моррису. «Увы, сэр, эта лошадь не продается», – ответил ему мустангер. Люди были в шоке, услышав это. Обычный необъезженный мустанг стоил 10-20 долларов. А тут парень отказался от двух сотен. «Мистер Поиндекстер», – начал Моррис. «Вы и так купили у меня много лошадей. Я хочу подарить вам этого мустанга. На счастье. Так принято на моей родине в Ирландии. Вернее, подарок делается жене или дочери хозяина. Вы согласны?» Разумеется, и плантаторы Луиза согласились принять такой подарок. «Но ведь лошадь еще не объезжена, верно? Это, может быть, для меня опасно?» – спросила Луиза. Комендант Форта взял Морриса на слабо. «А ну, Моррис, покажите всем нам, на что вы способны. Укротите ее!» Отступать было нельзя, и Моррис показал мастер-класс. Он сел на неоседланную лошадь, потому что оседланную любой мог укротить. Лошадь встала на дыбы, как только впервые почувствовала на своей спине человека. Она визжала, брыкалась, но Моррис держался. Поняв, что сбросить наездника не удастся, лошадь поскакала в прерию. Когда они вернулись, лошадь успокоилась. Она признала в наезднике своего хозяина. Тогда Моррис попросил Луизу набросить на лошадь лассо и отвезти ее в конюшню. Ведь только после этого лошадь признает в ней свою первую хозяйку. Луиза сделала все в точности так, как ей сказал Моррис. Через некоторое время майор-комендант форта решил устроить пикник в прерии для местного избранного общества. В качестве развлечения гостей выбрали охоту на мустангов. Проводником был Моррис. Три часа гости скакали по прерии в те места, где водились мустанги. И вскоре показался табун диких кобыл. Лошади убегали от одного дикого осла. Моррис подскакал, чтобы остановить его, чтобы он не мешал охоте. Дикий осел очень отличается от домашнего. По размерам он такой же, как и мустанги. И бежал он тоже быстро. Моррис попросил своего напарника-мексиканца подстрелить осла. Но тот промахнулся. Тогда Моррис догнал его и набросил лассо. А уже мексиканец перерезал ему горло. Внезапно Моррис обратил внимание, что лошадь Луизы поскакала вслед за табуном. Девушка лошадью не управляла. Каждый мужчина, который стремился к симпатии Луизы, поскакал ей на помощь. Вот только все мужчины были уверены, что особой опасности для Луизы нет. Ну, поскачет какое-то время лошадка, затем устанет, девушка вернётся. Но только Моррис понимал, что это очень опасно. Вскоре он обогнал всех преследователей. Табун нёсся по прерии. Лошадь Луизы бежала за ним. Сама девушка была спокойной. Она не чувствовала опасности. Моррис скакал сзади. За ним никого не было видно. И тут лошадь девушки потеряла из виду табун. Она остановилась. Моррис подскакал к Луизе. Слава Богу, я догнал вас. Спасибо. А что такого? Да так, почти ничего, кроме того, что вам грозила смертельная опасность. Вы могли заблудиться или на вас могли напасть индейцы. Индейцы? Нет. Сейчас с ними мир. А вот заблудиться я как-то не подумала. А вообще всё нормально. Луна меня слушается. Как только я натянула поводья, она сразу остановилась. Так это не лошадь вас несла за табуном, а вы сами? Ну, вначале она, а потом уже я сама. Мне надоели скучные разговоры с теми людьми. Я решила подышать свежим воздухом. Вдали от всех. М-да. Получается, я нарушил ваше одиночество? Я думал, что вам грозит серьёзная опасность. Кстати, а вот и она. Вдали показался табун диких жеребцов. Луиза, в это время года они становятся свирепыми, как тигры, и такими же коварными. Разъярённый дикий жеребец опаснее волка, пантеры или медведя. И чё нам делать? Если они нападут, мы спасёмся только на дереве. А наших лошадей они растерзают. Но тут нет деревьев. И чё? Нужно от них ускакать? Но наши лошади устали. И чё? Ждём? Стоим до последнего. Пусть наши лошади максимально отдохнут. Я знаю место, где мы будем в безопасности. Когда я скажу, тогда и поскачем. Они стояли и ждали. Девушка даже не понимала, какой опасности она подвергла их двоих из-за своего легкомыслия. «Пора», – сказал Моррис. «Держитесь всё время рядом. Это важно». Земля задрожала от топота копыт диких мустангов. Прерия наполнилась диким шумом разъярённых жеребцов. Это была словно живая лавина. Увидев осёдланных лошадей, мустанги бросились за ними. Началась погоня. Впереди был овраг, которым нужно было перепрыгнуть. В своём мустанге Моррис не сомневался. А вот в Луизином – да. «Луна справится», – сказала Луиза. «И я тоже». Лошади перепрыгнули овраг. «Вот это девчонка!» – подумал Моррис. Он был восхищён. Они скакали дальше. Табун мустангов приближался к оврагу. Моррис понимал, что нужно что-то сделать. Он сказал Луизе, куда ей нужно скакать. А сам развернул коня и приготовился выстрелить в вожака диких мустангов. Один выстрел. Вожак упал, перегородив собой самое узкое место для прыжка перед оврагом. Весь табун остановился. А Моррис уже спокойно поскакал за девушкой. Они были спасены. Парень с девушкой остановились у озера, где была сооружена ловушка для мустангов. Лошади приходили сюда на водопой, и охотники их ловили. Но такой способ не нравился Моррису. Поэтому он ловил их сам. С помощью лассо. Вот бы научиться пользоваться лассо, с намёком сказала Луиза. Ну, я знаю одну девушку, которая хорошо им владеет. Она мексиканка. У вас тоже получится год или два тренировок и научитесь. Кстати, нам уже пора возвращаться к людям. Моррис с Луизой проезжали через красивые места. «А где вы живёте?» – спросила девушка. «Да в обычной хижине. Вокруг никого, только природа». «А мне бы очень хотелось её увидеть», – сказала Луиза. «Это рядом?» «Миля туда, миля обратно. Я живу не один». Луиза сразу представила, что это красивая мексиканка. Его зовут Фелим. Он мой молочный брат. Тоже ирландец. У Луизы отлегло от сердца, когда она это услышала. Теперь вернёмся к Кассию Колхауну, который всё скакал и скакал в поисках Луизы. Он уже не знал, где её искать, но упорно продолжал скакать. Колхаун только и думал, как бы здесь встретить мустангера и убить его. По следам лошадей Колхаун догадался, что вот здесь они остановились. И Луиза с Моррисом долгое время спокойно ехали рядом. Колхаун бесился от ревности. И тут он видел вдали одинокого всадника – Зеба Стумпа. Зеб лучше мог ориентироваться на местности. Он показал, куда Моррис с девушкой поехали дальше. Вместе с Колхауном он последовал за парочкой. Позже Зеб увидел следы табуна жеребцов. Он сразу представил всю картину и опасность, грозившую Моррису и Луизе. А уже у оврага охотник успокоился и всё объяснил Колхауну. Зеб и Колхаун были поражены тем, что Луиза перепрыгнула овраг. Колхауну не терпелось поскорее увидеть девушку. Он рвался на место пикника, но вот только не знал дороги. А Зеб не спешил. Он собрался снять шкуру с убитого мустанга, чтобы потом её продать за 5 долларов. «Я вам дам эти 5 долларов. Поедемте скорее!» – просил Колхаун. «Не-а. Я хочу содрать шкуру. А куда ехать, я вам расскажу. Вон туда». Колхаун не стал ждать. Ревность его съедала. Он скакал быстро, насколько мог. Впереди показались два всадника, которые ехали рядом и при этом никуда не спешили. Они беседовали. Девушка смеялась. Первым желанием Колхауна было разрушить их уединение. Но потом он решил подслушать, о чём они говорят. План не удался. Лошади учуяли всадника. Все работяги посёлка, военные и даже плантаторы собирались в местной гостинице, чтобы выпить, пообщаться, поиграть в карты, в общем, развлечься. Гостиница называлась «На привале», и её хозяином был немец Доффер. В тот вечер в гостинице была уйма народу. Почти все мужики сразу после пикника пошли в бар. В одной из компаний сплетничали офицеры о том, чем могли так долго заниматься Мустангер и Луиза. «Да нет, фигня», – говорил майор. «Кто Луиза и кто этот торговец лошадьми? Не верю». В бар вошёл Моррис Джеральд. Он заказал виски с водой. Затем вошёл пьяный Колхаун и начал да… искать повод для ссоры с Мустангером. Он на весь бар произнёс тост – «Америка для американцев! И пусть подохнут понаехавшие, особенно проклятые ирландцы!». При этом Колхаун двинул локтём руку Морриса, и тот пролил виски себе на рубашку. Все в баре ждали реакции Мустангера, как он ответит обидчику. Моррис не спешил. Он вытер платком рубашку, а затем сказал, что он – ирландец. «Если вы испортили мою рубашку, позвольте испортить вашу». Моррис выплеснул свой виски в лицо Колхауна. Все в баре поняли, что сейчас будет дуэль. Комендант гарнизона сказал, что зачинщиком ссоры был Колхаун. «Так, господа, спрячьте свои револьверы», – велел майор. «Сейчас все выйдут из бара и стреляйтесь на здоровье. Или, может, дуэли удастся избежать?» – спросил он обоих. «Возможно», – ответил Моррис, – «если этот дебил извинится». «Я никогда не извинюсь», – Колхаун продолжал оскорблять Морриса. Тогда майор огласил условия дуэли. «У обоих будет револьвер с шестью патронами и больше никакого оружия. Когда все люди выйдут из бара, дуэлянты могут приступать». И тут своё слово взял немец Доффер. «Да ну нафиг! Вы же здесь всё разобьёте! Кто мне возместит убытки?» «Всё нормально», – успокоил майор. – «Разберёмся». Из бара вышли все люди, даже дуэлянты. Они ждали сигнала, чтобы вбежать в бар из разных концов и начать стрелять друг в друга. Друзья, на этом главы с первой по двадцатую заканчиваются. Если хотите слушать продолжение, смотрите следующий видос. После этого наступ ó. Уверенная игра. Продолжение следует... Продолжение следует...